сегодня я буду пикировать пепенью, она у меня попадала, почему-то половина пропала, такая маленькая, но пикировать ее надо. Сейчас я покажу, как я такую маленькую пикирую и как она потом приживается. Так, ну вот, грунт у меня подготовлен, они посеяны от 22 февраля, вылезли они на пятый день, сейчас чуть меньше недели, и начну пересаживать. Грунт я не поливаю, полью потом, а поливать я буду укоренителем для стимуляции роста корней. У него хорошо приживается, буду поливать с помощью шприца. У меня такой вот укоренитель. В принципе, можно взять любой, главное развести, инструкции в три раза меньше объемом. Вот такая штучка у меня для проделывания лунок, делаю лунки заранее. Стараюсь выбрать более получше, которые сходики, мощнее. Вот у них, к сожалению, корешки еще слабенькие, совсем только-только прикрепляются, но за то время, которое они у меня сидели, очень жалко, что так получилось. Опять же, это недостаток света сильно большую роль играет. Так вот, потихонечку в луночку опускаю. Чуть побольше делаю. Приминаю вокруг землю. Дальше следующее. Я их чуть почаще сажу, потому что для такого возраста сильно редко тоже не стоит, но все равно еще на второй раз пикировать. То, что будут пропадать жалко, поэтому в таком возрасте, между прочим, они очень отлично приживаются также. Совсем практически нет корешочков у них. Таким образом я их все рассаживаю. На такую лоточку у меня уходит где-то 50-45 штучек рассадить. Хватает. Пинцетом не пользуюсь, потому что пинцетом, мне кажется, я их больше поврежу, чем руками. Руками хоть как-то более аккуратно держишь. Можно их не поломать, не поранить. Попробовала пинцетом, пробовала даже пинцетом для линз, покупала, но все равно это не то, не получается. Дальше. Отсюда можно взять побольше. Тут чуть побольше корешочек. Бывают совсем махонькие. Практически можно сказать, что его и нет даже. Вот должно ее. Вот прятан. У меня сейчас здесь должно будет хватить на шесть исходов сделать. Это освещение плохое. Сейчас попробую поменять ракурс, чтобы получше было видно. Вот сейчас следующее еще. С одной стороны хорошо их так, потому что где густо посеяно, можно их рассоединить, пока еще корешки не сильно большие и не переплелись между собой. В таком возрасте аккуратно отделить, отсадить. Я потом вам покажу, как у меня это мой не первый эксперимент, уже третий. И на третий раз, я думаю, тоже все это хорошо приживется. Весь процесс, конечно, я вам показывать не буду, только тут небольшую часть. Как раз места хватает. Подталкиваю. Вот так вот дальше идем. Вот все я их посадила. Теперь я набираю в шприц раствор для стимуляции роста корней. Сразу много я не поливаю. Помаленьку, по чуть-чуть капаю. Когда земля пропитается, лучше потом еще раз потихонечку еще раз подлить. Это будет сразу заметно. Вот на такой вот .50 штук у меня уходит где-то 3-3,5 шприца 20-ти кубового раствора. Не знаю, как без него бы они приживались, потому что я просто воду ее не пробовала, только вот так. Вот, промокли. И я опять, где вижу сухие участки, потихонечку подливаю. Обычно на второй-третий день видно, какие прижились, а какие нет. Способ этот действенный. В этом я уже убедилась. Буду рада, если кому-то это тоже пригодится и поможет в выращивании петуний. И вот это вот, которые они сейчас пересажены. Третий день прошел, как я их пересадила. Вот такие маленькие. Конечно, некоторые видно с маяком нормально. Вот это вот у меня был тоже эксперимент. Как-то походили именно здесь. Это я за неделю до этих маленьких пересаживала. Тоже такие же я их пересаживала. Они подтянулись и сейчас хорошо станут. В общем, этот способ действует, когда или они начинают с черной ножкой, или сильно густо они засеянные. Или же по другой какой-то причине. Можно такие маленькие вполне рассаживать. И они будут выживать. Жалко, конечно, так далее. В общем, все. Способ действенный. Главное, работает. Здесь у меня также бархатцы. Бархатцы тоже уже можно сегодня начинать. Уже пикировать в этом возрасте. Сейчас закаляю их. Ну, я закаляю обычно сейчас часа два-три. И можно будет уносить назад в дом. Получим такая. И недостаточно будет этого.